У бизнесменов Челябинской области появится сервис для обмена информацией. Поручение дал губернатор после обсуждения проблем предпринимателей с главами в Златоусте. Бизнесмены жалуются, зачастую не знают, что нужные партнеры находятся рядом, в пределах области. А на сайте они могли бы рекламировать продукцию друг другу. И, к примеру, заказывать запчасти не в других регионах, а на ближайших заводах. Борис Дубровский идею предпринимателей поддержал. Мы заходим, так вот сегодня не получилось. Он этот вопрос задает, мы на следующий предприниматель заходим, и вот оно решение. Качественное, хорошее решение. А он только что это спросил. В одном городе, в одном городе. То есть, на очередной раз заставляет задуматься, что вообще говоря, многое, что мы можем сделать. Канал избыток построить, то есть рекламу хорошую сделать нашему товару можем, давайте в это вложимся. Борис Дубровский не сомневается, что сервис будет популярным. Подобное уже есть на сайте регионального министерства экономического развития. Его нужно только доработать, чтобы можно было обмениваться опытом по обучению персонала, внедрению новых технологий. Там же будет информация о предприятии с перечнем продукции и ценами. Такое заявление губернатор делает в Златоусте, на заседании штаба по ликвидации административных барьеров для бизнеса. Здесь главы городов и районов области, министры, ученые, предприниматели предлагают помогать малому и среднему бизнесу муниципальным заказам, заключать контракты на ремонт дорог или покупку техники именно с небольшими компаниями. Еще одно предложение – учить бизнесменов. Они не всегда знакомы с современными технологиями управления. Существует традиционная ориентация на стимулирование, материальное стимулирование работников в малом бизнесе. А это 13-я зарплата по итогам года. Она очень слабо мотивирует на повышение производительности труда. Нужно расширять пакет моральных и материальных стимулов даже в малом бизнесе. Глава региона поручает главам городов и районов активнее снижать административные барьеры и бороться за каждого инвестора. Вице-губернатор Руслан Гаттаров вспоминает историю с бизнесменом из Перми. Предприниматель хотел строить в Златоусте машиностроительное предприятие, но не смог. Губернатор поручает вернуть инвестора. Следующее заседание штаба пройдет в марте в Саткинском районе.